времени суток всем с вами опять я шевелев эдуард рад вас поприветствовать на своем семинаре здравствуйте коллеги я должен был был бы продолжать семинары по ажуры вот но в силу того что ажур опасно сейчас отсутствует я решил рассказать немножко о другой теме наверное тоже интересной которая посвящена новому серверу на на серверу который у нас с вами появится начиная с 2016 сервера я надеюсь что курс будет интересен а главное полезен наша задача с вами развернуть новый сервер мы посмотрим как это делается раз сервер будет в новом режиме названием наносервер 2 второе после развертывания мы с вами попробуем сделать из него нормальный полностью настроенный работоспособный сервер как задумывалось вендором данный режим они рекомендовали использовать для работы веб-серверов веб-служб веб-сайтов понятно да чем вы вот и файловых серверов вот посмотрим что но с вами предстоит сделать как его развернуть и так самое интересное что развертывание на на сервера невозможно сделать из графического режима то есть когда вы станете установочный диск не будет возможности выбрать строку на на сервер такого нет не предусмотрели он устанавливается виде отдельного hd диска из которого потом монтируется виртуальная машина это вот первая особенность которую у нас с вами сейчас так реализуем сейчас мы подключим тот самый образ вот тут так первое что нам с вами нужно создать директории и так открываем рабочую лошадку под названием windows powershell знакомы с паршалом нет незнакомо да ну есть такая среда и и в общем то нам рекомендуют использовать для создания скриптов да и каких-то других действий вот мы используем итак посмотрим что нам здесь предлагают первое мы создадим папку где будут лежать те самые вич и диски которые из патру потом сделаем виртуальный сервер вот так для этого воспользуемся старой командой еще и мы с доз видим в корень и перед создаем папку так и назовем на 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 хосты в качестве вас класть она нагодится да я понял сначала непонятно совсем просто что вы сказали до данном случае они говорят что именно режим на она позволяет как можно больше дислоцировать виртуальных серверов на одном физическом хосте вот так так создадим папочку так замечательно все получилось ну а теперь возьмем и и специальные папочки которые находятся в дистрибутиве которые только что под монтировал перекопируем все это содержимое эту папку сделаем это с помощью команды копия итак друзья первое что хотелось бы сказать еще на на сервер мы пока не не увидели да это у нас обычный то есть полный графический режим windows сервер 2016 техникал превью 4 вот так на на сервер мы должны с вами создать но это первая часть нашей задачи второе мы должны его настроить потому что потом нужно было использовать вот это мы когда сейчас реализует итак посмотрим есть ли у нас под монтированным с вами с вами диски специальная папка она так и называется но на сервер есть возьмем и скопируем оттуда все скрипты то бишь файлы с расширением пьес звездочка да куда на нашу вновь созданную папку цена на замечательно раз нам она здесь ничего не отрисовала это значит хорошо ошибок нет откопировал второе теперь мы должны добавить сюда модуль с вами который как раз позволит им позволит нам создать тот самый виртуальный диск ничьи диск для новости ра далее расширением модуля под названием на на сервер и матч на на сервер сейчас она идет генератор и дадим ему расширение вот пишет что такого модуля не найдено так интересно попробуем еще раз на сервер и такое дело есть дальше мульти путь медиапафф указываем в дистрибуке это диск д дальше указываем где лежит выкажет база на базовый путь смотрим папку на на есть такое дело да и целевой путь указываем также диск c папка nano дальше название диска 1 далее его расширение далее тот самый ключ гость драйвер попробуем так набрать его так что то есть без гос драйвера да дело в том что у нас она не будет расцениваться как виртуальная машина это обязательный параметр но только почему-то этот обижать обязательный параметр не проходит и пока сейчас так сейчас попробуем сделать дело в том что там два ключа обязательных либо вот этот гост драйверс да либо ом драйверс если мы от этого гостя указываем это всегда для виртуальных серверов ом драйверс указывается именно для хостовых реальных машин вот так сейчас попробуем это дело реализовать чуть по-другому не думаю что это проблема но очень даже может быть так 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 еще раз проверяем уэст гость но я спаду мы пойдем другим путем нормальные герой они всегда идут в отход попробуем через эс-е через эс-е это дело может у нас с вами реализоваться а заодно и посмотрим компортируемые модули что нам здесь подскажет мы уже должен это дело нам все показать итак new 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 nano server image так nano server но ну 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 тут он вообще отказывается это делать ясно так когда поступим по-другому что-то мне подсказывает что у них тут не все гладко прошло с импорта агрубру импорт модуль название модуля так цена на сервер так импорт генератор так папочка 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 забываем папочку так nano server есть такое дело пробуем еще раз так не отругалась дальше так появился команд лет далее пытаемся пути смотреть есть медиапав указываем дистрибутив далее базовый путь есть есть следующий у нас с вами путь диск c папка на вот она нам ее отрисовала target path так цена на название сервера nano sr1 так расширение пошло это у нас будет x далее 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 тот самый гость пробуем так так и так и так и так его почему-то нет это странно может быть они что-то изменили с новым имиджем то есть уже пришел другой релиз с другим ключом что то я его не вижу кастеризация пакаджи все есть но вот этого параметра нет так так ты 5 ты 5 ты 5 ты 5 ты 5 так это у меня так ты 5 не 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 ну покажешь это понятно это покажешь а то что у нас драйвера много так гость покажешь 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 так так инвест пакаджист я понимаю но самого ключа то у меня нет вот есть а м драйверс вижу а м драйверс так 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 покажешь давайте попробуем покажешь хорошо просто насколько я помню Помню, то Packages добавляет просто Packages. Ну попробуем, ладно. Итак, Package, этот ключ. Так, утверждение Андрея, он у нас с вами делает интеграцию виртуальных машин. То есть это будет VHD диск. Так, его параметр Microsoft Nano Server, гость Package. Так, сейчас посмотрим. Это немножко не то. Я, Андрей, с вами согласен целиком, но только есть маленькое исключение. Сейчас я открою то, что вы показываете. Так. И сейчас мы это дело с вами посмотрим. Итак, у нас с вами TargetPath есть. А, деплойте, просвертывание гость, госдрайвер запущен. О, как, это стандарт эдишн. А гостевые драйвера. Так. Ну что ж. Это немножко другое. Это уже другой ключ. Да. Да нет, понятно все. Просто тут другой ключ появился у нас уже получается. Так. И что редакцию ставим? Тип развертывания гость. Да. Это у нас TP5. Так. Ну что ж. Попробуем так сделать. Так. Так. Стоп тут. Андрей вывалил. Целый. Так. Импорт медиа. Это мы сделали с вами. Мы же его импортировали. Так. Так. Ну хорошо. Давайте попробуем. Тут уже слишком столько всего. Так. Пам-там-там. Так. Пакаджес. Так. Только пакаджес. Ну, сейчас пока не нужен. Попробуем чуть по-другому. Не пакаджес. А вот, наверное, вот так. Деплоймент тайп. Я думаю, в эту сторону надо плыть. Гость. Так. Гость. Так. Деплоймент тайп. Гость. Дальше. Дальше. Попробуем еще. Так. Компьютер нейм. Ну. Компьютер нейм. Так. Проверяем его. Есть такое дело. Название нашего сервера. Nano. Svr1. Storage. Так. А вот теперь пакадж. То, что нам говорил Андрей. Пакаджес. Так. Название пакаджи. Microsoft. Так. Леша. Nano. Сервер. Ис. Пакаджес. Пакадж. Так. Проверяем. Ага. Запросил у нас редакцию. Стандарт. Стандарт. Административный пароль. Или пароль администратора. Завиваем наш с вами пароль. Ага. И начинает его собирать. Так. Ну что могу сказать. Есть, да. Есть такой ключ. Дело в том, что на TP4, на котором я это все проверял и делал, готовился, такого ключа еще не было. Все меняется прямо на глазах. Но ничего страшного. Самое трудное позади. Он начинает собираться. наш файл. Ну и в итоге получается, что практически 90% всей машины будущего нано-сервера собрано. То есть там появится файл. Так и будет называться, как мы здесь определили. Nano.server.1 с расширением HDX. Ну и с него можно собрать машину. Обычную виртуальную машину. Вот. Ну, естественно, здесь позаботились. И уже собрали и сделали. Солью вы, наверное, видели, да. Она тут промелькнула. Немножко. Ну, то есть я заранее это сделал, чтобы вдруг что-то пойдет не так. Все-таки нано-сервер у нас с вами появился. Мы его смогли увидеть. Ну, неожиданностей хватает. Это да. Ну, во всяком случае, процесс идет в трудное место мы с вами преодолели. Вот. Андрей сказал, что RTM уже появился. Поверим ему на слово. Даже, говорят, ключи есть. А это значит, что, скорее всего, вот этот последний вариант развертывания нано-сервера, он и останется тем, ну, каким мы с вами только что его реализовали. Ну, то есть вместо IAM Drives Ghost Drives, теперь новый ключ Deployment Time. Тип разверт. Вот как-то так. Так, ну что, собирается, закрывает он HDX, ну, и пишет завершено. Ну, да. Взор нет, там дает RTM. Ясно. Так, ну, это замечательно, заодно и нагоните. Заодно нагоните. Что значит отстали? Ну, это как раз все это дело нагонять. Итого, в итоге у нас с вами подтверждение о успешно созданном диске раз, да. Второе. Весь процесс установки записан в логфайл. Вот по этому пути. Поэтому, соответственно, там его можно будет посмотреть. Итак, как я уже сказал, процесс создания VHD диска завершен. Сделать виртуальную машину из него не представляется проблемно. Поэтому это дело мы с вами минуем. Ну, и запустим сразу наш нано-сервер. Что такое виртуальная машина? Что такое виртуальная машина? Виртуальная машина – это которая является гостевой операционной системой. То есть она не та, которую изначально установили вот на эту железку. Вот. Ну, вы приходите, я вам расскажу, что такое виртуальная машина. А то я боюсь сейчас Андрей меня тут наругает на меня. Скажет, что я еще рассказываю про виртуальную машину. Что это такое и как к ней подключиться. Итак, коллеги, виртуальную машину мы с вами сделали. И теперь у нас настала пора, в общем-то, ну, как бы зайти и немножко с ней поработать. Итак, что мы с вами видим? На самом деле, кроме консоли той, которую вы видите вот сейчас, ну, в принципе, для штата эксперимента давайте мы его с вами сейчас перезапустим пока, да, в живом таком режиме. Я его сейчас там останавливаю и запущу. Просто увидим. Вот стартовал наш новый сервер, да, созданный из того самого виртуального диска. Единственное, ничего нового вы не увидите. Вот он загрузился, и вот он такой и есть. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, много ли изменится. Итак, первое, что нам с вами... Ну, естественно, мышка тут не работает. Напишем пароль локального администратора, вместе с ним попытаемся зайти в систему. Администратор. Так, и пароль password. Естественно, машина в рабочей группе. Открывается та самая консоль восстановления. Nano Server Recovery Console. Это, в принципе, все, что мы здесь можем с вами увидеть. В отличие от привычного, да, сервер-кора, никакого окошка командной строки не выскакивает. То есть, все, что мы здесь видим, элементы управления нам показаны. Всего лишь две возможности здесь можно модифицировать. Это настройки сети и настройки фейервола. В принципе, больше ничего нам и не нужно. Итак, сервер есть, но забраться внутрь пока нельзя. Надо заходить как-то издали. Итак, ну, что можно? Можно зайти, конечно, вот видите, здесь панель управления внизу у нас показана, да, табуляция здесь работает. Ну, можем зайти в сеть, посмотреть настройки фейервола. Ну, здесь уже в данном случае сразу ясно. Видите, IP-адрес машина получила через DHCP. Ну, в принципе, можно даже посмотреть. Так, заходим в наш сетевой режим, да, Ethernet. Здесь он нам показывает, что есть одна сетевая карта. Проваливаемся вглубь. Заходим дальше туда. И вот, пожалуйста, те самые настройки, которые были реализованы у нас изначально при развертывании вот нашего диска. Тире, nano-сервер. Видим, что у нас есть DHCP. Адрес 182.16.0.161. Маска под сети, да. У нас с вами 16 бит. Ну, в общем, даже IPv6 присутствует. Ну, все элементы управления, которые доступны, они представлены в нижней части экрана. Вот так. Итак, поднимаемся вверх, начинаем настраивать нашу с вами систему. Мы должны его как-то ввести в домен, для того, чтобы он получил все необходимые доменные настройки. Итак, вперед. Возвращаемся обратно. Поднимаемся в нашу корневую консоль восстановления nano-сервера. И переходим на DC1. Первое, что делаем, готовим файл, провизионинг файл, для подключения и ввод в домен этого компьютера без сети. Вот так вот. Ну, многие, наверное, знают, да, подсоединить в домен нашу машину с вами можно с помощью утилиты, которая появилась в сервере 2008R2. Называлась эта утилита DeadJoin. Помним такую, да? Нет? Не помню. Ясно. Ясно. Ну, это запамятовлено. Чуть-чуть. Чуть-чуть запамятовлено. Вот. Итак, первое, что нам нужно с вами. Изначально адрес нашего сервера. Видите, он у нас здесь, 161. И он нам как раз здесь понадобится для этой самой утилиты. Итак, DeadJoin. И поехали ключи. Провизион. Далее. Наш с вами домен. Здесь у нас стандартный домен для тестовых компаний Microsoft. Это Adatum. Adatum. Дальше. Какую машину мы с вами будем в этот домен вводить? Ключ, так и называется, машина. Название сервера. NanoSVR1. Ну и далее нужно обязательно указать тот файл, в котором эта информация, необходимая для интеграции вашего клиента в домен, будет показан. Итак, ключ «Сохранить файл». Нам нужен файл. Файл, опубликованный об этом клиенте информацией. Сохранить файл и дальше его название. Так. Это же, как они нам пишут в технете. Вот. G-globe. Вот такое загадочное название. Так. Что ж, операция выполнена успешно. Компьютер опубликован. Ну и теперь нам осталось достучаться до нашего нано-сервера, чтобы можно было работать. Через какую службу? Ну, как вы думаете, как можно работать с машиной удаленно? Нет, не TeamViewer. Нет. Ремонт менеджмент. WinRamp. Ремонт менеджмент. Удаленное управление. Итак, запускаем PowerShell. Так. PowerShell. 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 Ну что ж. Вперед. Так. Что бы у нас с вами... Так. SetItem. Пробиться к нему через ремонт менеджмент. Первое, что нужно сделать, добавить его в местные, локальные, доверенные хосты. Иначе эта машина с ним работать не будет. Для этого есть интересный командвет. SetItem. Так. Задумился. Так. Ну и дальше говорим, где лежит этот список. LocalHost. Так. Клиент. С вами. Клиент. И их название. Trusted. Trusted Host. Добавляем его туда. Итак, IP-адрес какой у нас? Помни? 172.16.0.161. Так? Вроде бы. Да? Замечательно. Это он нам говорит. Вы уверены, что хотите модифицировать этот список, да? Ну, добавить туда? Он говорит, да. Буковку ЕС. Готово. Все. Осталось теперь удаленно подключиться к этой машине. Как вы помните, достаточно давно, еще с 2008-го сервера удаленное управление включено по дефолту при развертывании с нуля вашего сервера. Вот так. Поэтому ничего загадочного здесь нет. Так. Подключаемся. И делаем сессию удаленную. Переменная с IP-адресом, чтобы нам ее не писать несколько раз. 172. Сейчас красиво сделаем. 172.16.0.161. IP-адрес не изменился. Я надеюсь. Так. И делаем подключение к сессии удаленно. Для этого есть вот такой командлет. Enter. PS. Сессион. Намечательно. Только вместо имени компьютера будет использоваться его IP-адрес. Компьютер name. Так. Ну, обязательно надо указать, из-под кого мы подключаемся. Нужен аккаунт. Так. Так. Говорим, что этим аккаунтом у нас будет. Опять же, машинка берется из переменной. Ну, а, как говорится, локальный администратор так и остался локальным администратором. Администратор. Так. Что у нас сейчас спрашивает система? Пароль. Тот самый, который вводили локальному администратору. Конечно. Для подключения к ней к этой системе удаленно. Я ввожу тот самый пароль, который мы указывали при создании вот этого диска. Соответственно, мы ждем. Ага. Ждем то, что нам система теперь покажет приглашение. Видите, к чему подключились? Сессия PowerShell. Подключена к машине с IP-адресом 172.16.0.161. То есть к нашему наносерверу. Мы там, внутри. Там. Теперь мы можем там, внутри, что-то делать. Итак, первое. Первое, что мы там сделаем, это немножко поправим фаервол. Так. С помощью команды нет и Саш. Включим правило, которое там есть, но задизейбленное. Фаервол. 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 Это значит представить правило в фаерволе. Раз. Второе, то, что это фаервол. Два. Так. И третье. Включить или назначить группу правил. Так. Осталось показать название, да? Название возьмем в кавычечки и укажем, что это файл and printer. Нано-сервер. Шаринг. Они нам откроют ворота в наш нано-сервер. Шаринг. Так. Замечательно. Ну что. Команда new. И команда их включить. Enable. Yes. Вот так. Шестнадцать правил. Она нам сейчас там реализовала. Красота. Что делаем? Для того, чтобы доставить файл на наш новый сервер, нужно сделать какое-то удаленное сетевое подключение. Так? Угу. Угу. Вот это и сделаем. Воспользуемся любимой командой. Нет. Use. Итак. Я выхожу из сессии. Exit. PS. Сессион. Сессион. Есть такое дело. Ну, далее. Подключаем сетевой диск. Нет. Вис. Так. Пусть будет Z. Z. Красиво. К нашему с вами серверу. 182. 16.0. 161. Так. 161. Ну, и естественно, системная шара на диске C. Готово. Итак, у нас есть диск Z. Он уже смотрит на диск C в нано-сервере. Теперь туда можно как раз переложить тот самый файл, который был опубликован на контроллере домена, где вот этот аккаунт уже, по сути, существует. Итак, что делаем? Копируем туда этот файл. Перехожу на диск Z. Так. И команду копии. Копии. Так. Цена. И название этого файла. Opdg.blog. Вот так. Готово. Все. Осталось пытаться там запустить второй раз утилиту D-Join. Помним, да? Один раз D-Join запускается на контроллере домена, второй раз утилита D-Join запускается на той машине, которую мы подсоединяем к домену. Идем туда. Итак. Первое, что нам нужно с вами, опять наша удаленная сессия. Дальше куда? У нас уже IP-адрес на бит, поэтому мы воспользуемся этой переменной. Ну и соответственно identity. Identity credential от нашего IP-сервера. Admini-s-t-ra-tor. Есть пароль. подключаемся вот мы находимся внутри осталось только у нас перейти в корень диска так cd диска c ну и дальше по сути публикуем вот эту информацию с файла на этой машине и так утилита джоем джоем далее другой ключ он назывался и квест запросить одежи файл так 3 квест дальше какой файл команда вот файл у нас с вами будет интересовать диск c лежит он там называется и где находится пакс windows windows пав ключик а windows здесь дефолтное расположение c windows c windows и последний ключ клокал ос что помешалось красота итак запрос был успешно выполнен файл был опубликован системе ну и последнее что нам осталось для того чтоб машину в общем-то было уже домене это ее перегрузить отправляем перезагрузку рестартуем наносервер шат даун вот она напишет что система будет рестартована через 5 секунд итак посмотрим что там в наносервере у нас о наносервер ушел в рестарт красота и так если мы сейчас зайдем на эту машину и увидим консоль восстановления из-под доменного аккаунта значит машина в домене согласно согласно наверно хорошо итак там был только локальная кого потому что она была в рабочей группе я захожу администратором именно домена далее его пароль которую мы указали и указываем домен домен у нас если помните называется а дату красота заходим внутрь замечательно что мы здесь видим мы видим что наша машина с именем наносервер 1 находится в домене а дату то есть машина у нас участник домен все полноценно какую-то часть мы с вами отработали осталось на него поставить файловый сервер помните изначально когда мы начинали сказал что из вендор позиционировал свои машины для работы с веб-серверами и файловыми серверами посмотрим заодно так да сразу опять же вот по старой привычке хочется прям здесь начинать набирать да и что-то делать запомним одно простое правило наносервер никаких элементов управления локально на нем не имеет то есть ничего сделать этой машины вот отсюда с консоли не взять как для чего можно удаленно все сделать поэтому идем и заходим на другую машину которая развернута в полно графическом режиме да и отсюда мы можем конфигурить дальше этот сервер и так посмотрим что у нас сейчас есть на вот этом наносервере так что у нас есть чтобы тут это все убрать да все закроем сделаем чисто вот мы решили посмотреть компоненты до открываем по ушел и будем команду получить компоненты с компьютером наносервере ради итак get windows чуть больше не написать лукавок windows и чем откуда мы указываем что машина с названием наносервере замечательно вот она отрисовала и так что у нас здесь есть помните мы указывали то что сторожи ставили это служба системы хранения сторожи сторож сервисе далее то что powershell у нас здесь развернут windows пошел 3.0 вот принципе и все нам нужно чтобы вот здесь появилась также галочка файловый сервер добавляем туда этот сервис роли итак установить что тоже windows switch какая указываем что это файловый сервер файл сервер так и мы сейчас надо указать куда мы это ставлю на на компьютер комп компьютерным или комп можно сокращенно наносервер 1 не свой так производит развертывание нам системам и вот пожалуйста подтверждение что есть успех разверну сервис файл сервер а это не ошибка это предупреждение по поводу обновления установленных компонент это просто борт на предупреждение все ошибки они красного валют так замечательно следующий момент проверяем действительно ли там все есть еще раз открываем установленные компоненты и смотрим нужно нам галочка напротив файлового сервера зайдем туда еще раз удаленной сессии итак сервер тут у нас перегрузится попробуем заново реализовать нашу с вами переменную помню она у нас была с адресом нам удобно с ней работать так айпи 182 16 16 16 161 готово далее входим внутрь на наш компьютер так паром 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 айпи так кто входит это у нас администратор будет замечательно вопрос пароля кто идет какой пароль указываем наш пароль при создании замечательно мы должны попасть внутрь так посмотрим что у нас там загрузчики для этого есть утилита какая помню какая у нас утилита с вами появилась 2008 сервера для работы с базы данной загрузки не помните да не помните не знаю ясно ну в принципе одно и тоже не помню не знаю ладно там там какой у нас там адрес сейчас посмотрим так это у нас сетевые карты которые есть на том сервере на нано сервере так что мы видим 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 что у нас индекс сетевой карты 3 с интерфейсом 161 так замечательно так ну что ж открываем как раз тот самый загрузчик про который я говорил утилита bc edit bc edit и у них странная команда посмотреть и нам называется она вы так bc edit bcd да я букву пропустил bcd вот cd и нам да итак вот у нас менеджер показывает откуда грузится система а интересное описание windows коры систем 8 1 такой привет из прошлого небольшой windows коры систем 8 1 ну да ладно итак замечательно посмотрели что у нас загрузчики откуда он грузится что он делает и теперь можно разобраться какие же папки общего доступа у нас есть как подключаться к этому серверу для этого с помощью утилиты нет шейдж запросто можно сделать ну все ясно вызов удаленных процедур диск c да ну и админская шара c windows замечательно посмотрели все необходимую нам для администрирования информацию но что я хочу вам сказать судя по вашим отзывам не очень интересно работать в паушиле одни строчки все очень сложно да ясно ясно ну нам оставили с вами возможность работать из графики по прежнему мы же знаем начиная с 12 сервера с помощью какой консоли мы можем подключиться ну тишина ну как же вот у нас с вами видите сервер менеджер практически прорыв в айти строение отсюда мы также можем прекрасно управлять этими машинами вы же знаете удаленно можно вот здесь подключить к серверам в принципе все что вам нужно согласны нет или не согласны подключаем и так что делать добавить новые сервера для управления машина у нас там уже представлена имя есть домене она присутствует поэтому мы можем запросто просто набрать ее имя в поиске свиной nano swr1 далее найти в объектах ады вот эта машина там вот видите здесь еще превьюшка четвертая была приготовлена 2 замечательно nano server 1 у нас он появился в выбранных машинах вот он видите правая часть окей а значит находится теперь и здесь она сразу нарисовала что не может рефрешить что не может подключиться к анализатору то есть получить его результаты но это не столь важно машина здесь появилась а это значит что теперь мы можем с вами реализовывать все что мы хотим в графическом режиме нет зачем нам рвать соединение наоборот мы сейчас создадим какую-нибудь папку общего доступа например новую шару новую шару так что у нас с вами сервер 1 здесь ничего видите не изменилось как машина была вот так она и стоит работает так ладно делаем новую папку общего доступа но пробуем это сделать не выходя с консоли сервер менеджера так шары и что здесь задача таск создать новую шару является мастер попытаемся сделать отсюда и так сделаем с помощью квик метода next дальше нужно показать где мы будем делать да ну выбираем новый сервер нано сервер 1 так дальше нас будет здесь что интересовать имя шары ну вот видите на диске c там больше нет никаких дисков поэтому идем дальше вот как раз share name share name мы должны с вами что-нибудь написать название этой папки пусть будет дата например ну а далее здесь можно видно увидеть видите локальный путь ну и соответственно универсальный путь как к этому нано серверу можно будет стучаться и работать с этой папкой общего доступа на файловом сервере идем дальше мы не будем с вами шифровать хотя это возможно плюс мы не будем включать access based enumeration вы наверное помните да что такое access based enumeration позволяет скрыть от аккаунтов не обладающими правами на чтение папки лежащие папки общего доступа ну ладно тоже забыли дальше у нас идут permission и разрешение что кому можно что нельзя и на что наконец с вами до папки создать create создаем вот видите она нам сразу написала что все успешно создано completed completed значит можно закрыть а дальше протестировать наш новый файловый сервер с новой папкой общего доступа так ну что попробуем подключить к нему если вы помните мы с вами создавали ну давайте посмотрим думаю может быть слегка подзабыли сейчас я открою проводничек видите у нас был вот созданный диск z в папке мы как-то делали папку эту видите она у нас тут светится мешает поэтому мы сейчас сделаем другую подключение и так где у нас пауэршелл любимый ваш пауэршелл так 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 пауэршелл что делаем удаляем тот диск который он там есть он нам не нужен удаляются диски у нас сетевые с помощью ключа D помните мы создавали нет use писали название диска да а дальше путь когда создавали здесь мы просто его удали ключ делит видите он был успешно удален ну и создадим еще раз новый для чистоты эксперимента нет use дальше имя диска дальше у нас идет с вами как ни странно путь к шаре какой-то указываем имя машины ну и после этого диск C и доллар готово команда выполнена успешно что мы сейчас сделаем помните изначально как только разворачивали мы добавили туда тот самый пакет веб сервера но мы еще не проверяли как этот веб сервер работает давайте создадим свой собственный веб сайт веб страничку сделаем какую-нибудь ну небольшую надпись там я думаю что это вполне реализуемо согласны нет попробуем ладно ох что то вы сомневаетесь постоянно оставьте все сомнения все будет хорошо так тем более вы сказали что rtm вариант сервера уже вышел надо будет посмотреть так и блокотики пишем какую-нибудь с вами крылатую веб страницу так укажем какую-нибудь тег slow word уже как-то даже и нет укажем вот так nano сервер так сервер у нас с вами задвоилось веб сайт закроем тег и сохраним куда будем сохранять хороший вопрос вам на диск z конечно же и так save дальше дальше так где у нас тут диск c вот диск ну он z местный там он c папка и netpub и естественно корень сервера www.root вот сюда мы его и разместим согласны? согласны это хорошо и назовем как обычно ее дефолтом default default htm так друзья я думаю что наверно на этом мы все реализовали наш супер сайт готов к использованию так проверять будем? так понятно что то вы там затихли будем проверять а как же давайте откроем наш браузер и зайдем на наш сервер итак посмотрим как он у нас работает ли htp htp далее название сервера nano стр1 так ну что ж вперед случилось чудо оказывается там еще и веб сервер есть это выразило нашу с вами страничку которую только что мы реализовали так работает пожалуйста nano сервер как веб сервер так ну еще не все наверное надо папку общего доступа посмотреть помните мы же делали дату да попробуем это сделать понятно что у нас с вами можно реализовать мы делаем я тут так командная строка наиболее часто используемая вместе с PowerShell инструмент дадим еще один диск создадим его с буквой Y наверное я думаю вполне хорошее название для диска и название машины nanoSWR1 так ну что же если вы помните папочка то там была определена у нас дата так подключаемся команда выполнена успешно так ну что еще надо туда положить какой-то документ я думаю ведь мы подключили диск прям к нашей папке общего доступа значит можем реализовать хранение документов почти SharePoint 2016 так 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 ну что наверно можно все-таки нет не буду hello world это пишет у нас только программисты мы напишем что это просто наш документ так 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 ну что замечательно осталось его сохранить HTTPS где включить ну вы же можете подключиться через сервер менеджер консоли интернет информэшн сервис менеджер если у вас развернута система AD Certification Services вы можете через EIS заказать доменный сертификат и включить поддержку 443 порта все делается удален если у нас какие-то проблемы с командлетами PowerShell мы делаем это через сервер менеджер все вполне прекрасно реализуем HTTPS это не страшно так замечательно далее сохраняем файл сохраняем на нашу шару ищем ее итак где она у нас вот подключились к nano серверу вот здесь даже папка есть shares ну мы наверное так и реализуем дата либо через допустим ONC пожалуйста тоже ничего нам не мешает берем так пишем название машины на сервер далее выбираем нашу папку data это уже видите мы по ONC подключились соответственно сохраняем его туда называем документ пусть будет документ как-то от дефолта отличалось напишем что это мой документ сохранить замечательно документ сохранен в принципе мы достигли поставленной цели и так что мы с вами сделали с помощью всего мира и в частности большая благодарность Андрею как всегда Андрей я скучал по вам вы не оставляете меня в покое это даже здорово мы реализовали диск на диске подняли сервер далее с помощью по сути классической утилиты командной так же как и сейчас так же как и сейчас так вот соответственно мы реализовали с вами подключение то есть опубликовали первую необходимую информацию в файл OBG блок на контроллере домена мы включили удаленное управление наносервером добавив его в список доверенных хостов на машине dc1 после этого мы с вами что сделали правильно запустили удаленную сессию мы enter ps сессию получился новый командлет который позволяет удаленно подключаться к машине зашли туда дальше мы реализовали с вами в принципе все мы с вами реализовали и веб-сервер в итоге реализовали и файловый сервер вот так какой у нас в принципе отсюда вывод то что задача выполнена это хорошо вывод один наносервер никакой интерактивной работы с собой не позволяет из конца то есть все что мы с вами делали мы делали только удаленно они говорят что такой режим во-первых снимает требования к аппаратной платформе где у нас будет такие сервера крутиться то что мы получаем скажем так более безопасную систему чем и сервер кора который был в принципе все но наверное третье видите что у нас вот такая красивая консоль с которой мы можем настроить только сеть и файлов вот такое новшество нам предлагает сновь выпускаемого windows сервер 2016 насколько это будет все воплощено реализовано будут применять айтишники не будут применять айтишники покажет время наша с вами была задача посмотреть помучаться немножко и мы это дело реализовать ну естественно когда у вас какие-то идут первые превью да это предварительные релизы естественно там меняется все очень здорово так область применения сходу прям сходу говорю область применения то что рекомендует вендор создавали для работы как ну скажем так файловые сервера файловые сервера видите закрыты для интерактивного хода плюс веб службы то есть изначально они сразу позиционировали куда эту машину надо прикрутить естественно третье то что они не очень как бы говорят ну я имею ввиду если они про веб сервера и файловые сервера пишут везде но они еще и рекомендуют на нем поднимать соответственно какие-то виртуальные службы на этом мы с вами прощаемся для других встреч от себя хотелось бы всем пожелать удачи и сказать естественно большое большое спасибо до свидания к